всем привет друзья хотите окунуться в мир кавказской кухни и приготовить для своих родных или гостей что-нибудь необычное хотя для народов дагестана это обычное меню но кто еще не пробовала я сегодня готовлю два вида блюд это аварские хинкалы и кукурузные галушки для начала следует отварить мясо наберите полную кастрюлю водой так чтобы вода полностью покрывала мясо поставьте на сильный огонь снимаем образовавшуюся пену убавляем огонь и накройте крышкой для приготовления хинкала можно взять любое мясо говядину баранину или курицу после того как бульон закипит для вкусов бульон добавьте пару лаврушек и добавьте соль по вкусу время варки мясо примерно полтора часа как мясо сварится вынимаете из бульона готовый бульон процедите пока варится мясо проступаем к приготовлению теста все пропорции оставлю в описании под видео чтобы хинкал получились пышными мука обязательно должна быть высшего сорта для этого муку просейте и добавьте к нему соду соль сделайте углубление в середине влете теплый кефир я добавляю и не кефир и немного воды замесить тесто нужно так чтобы не было комков и до средней плотности скатавшее тесто уберите в пакет на 30 минут очищенный картофель отправляю в бульон к мясу для вкуса можно добавить одну целую очищенную луковицу и варим картофель до готовности потом вытаскиваем следующие готовим галушки из кукурузной муки тут все намного проще просеиваем кукурузную муку добавляем соль немного пщеничной муки одно яйцо перемешиваем и замешиваем тесто на кипятке с помощью ложки кукурузной муки Далее мне удобно работать уже руками, тесто достаточно горячее, но для меня терпимо. Немного разминаем на доске, придаем конусную форму и можно сразу же начинать лепить. Очипываем от теста небольшие кусочки, раскатываем шарики, затем делаем форму колбаски, прокладываем на фигурный нож для нарезки картофеля, чуть надавливаем и получаются вот такие формы. Продолжаем то же самое с остальными. Субтитры сделал DimaTorzok Готовые галушки складываем в поднос и пока убираем в сторону. Тесто для хинкалов у нас достаточно постояло, начинаем раскатывать. Раскатывайте тесто так, чтобы пласт получился толщиной примерно один сантиметр. Раскатанный пласт режем в форму ромбиков. Белые галушки складываем в форму ромбиков. Тесто для хинкалов у нас достаточно красиво. Раскатывайте тесто для хинкалов. в бульоне после приготовления мяса. Сварившее мясо вытаскивают, следом закидывают хинкало, так они получаются вкуснее. Очень важно, это одно из блюд, за которым нужно строго следить за временем. Как отправили хинкало в кастрюлю, сразу засекаем время. Среднее время варки 3-3,5 минуты, больше нельзя, иначе потемнеет. Крышка при варке хинкалов должна быть плотно закрыта, периодически перемешиваем. Вытаскиваем с кастрюли, нужно быстро проткнуть зубочисткой или вилкой, таким образом хинкалам поступает воздух, и они остаются пышными, как они были при варке. Если вы вытащили их вовремя, но тесто внутри не доварилось, значит вы сделали достаточно толстый пласт, чем должно быть. В таком случае, чтобы проверить хинкало на готовность, можно достать один и разделить его двумя вилками, проверить на готовность. Далее отправляем в этот же самый бульон наши готовые галушки, варим 5-7 минут. Объединив несколько блюд, у нас получился вот такой полноценный и аппетитный ужин или обед. Такие блюда больше всего по вкусу мужчина, так как оно очень питательное, соус острый, жирное мясо. Такое блюдо хорошо утолит голод и быстро насытит организм энергией. Национальная дагестанская кухня очень многогранная и вкусная. Настоятельно рекомендую приготовить. Всем приятного аппетита! Не жалейте свои лайки и комментарии, чтобы быть в курсе новых видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok